Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о маркетинге, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 6.00 по GMT данные по инфляции в Германии. Далее переключим внимание на статистику по ВВП промышленному производству Англии. Очень я жду эти релизы, потому что хочется, чтобы фонд наконец-таки заручился поддержкой национального фундаментального фона в виде указанных релизов, где я рассчитываю на очень хорошие показатели, особенно по ВВП. В 12.30 по GMT сразу будем распылять наше внимание на два релиза. Во-первых, это канадская статистика по канадскому рынку труда и, соответственно, данные по промышленной инфляции в США и индекс N производителей. Поэтому, друзья, в совокупность эти релизы могут привнести больше волатильности на финансовые рынки. И, несмотря на закрытие недели и уже какие-то осторожные настроения, конечно же, имейте в виду, что волатильность может появиться внезапно, в любой момент. Обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов и не забывайте про стоп-лоссы. Индекс доллара 102.64. Позиция американской валюты вчера немного дрогнули, что стала реакция рынка на данные по инфляции в Штатах. Фактически показатели в прошлом месяце снизились с 2,5% до 2,4%. И здесь важно подметить то, что доллар не смог найти возможности для роста и реализовать их, даже несмотря на прирост базового индекса потребительских цен, который прибавил с 3,2% до 3,3%. Напомню, что в рамках этой недели мы еще анализировали протоколы последнего заседания Федерализирова. Честно говоря, там ничего интересного. Большинство участников американского комитета, которые ответственны за решение по ключевой процентной ставке за дальнейшие, более осторожные темпы смягчения монетарной политики и умеренные темпы снижения ключевой процентной ставки. Причем, если вспомнить решение, которое предполагало смягчение политики и снижение ставки на 50 байсных пунктов, оно было, по сути, единогласно. Но члены ФРС считают, что нету сейчас острой необходимости или даже целесообразности в том, что удерживаются подобные темпы. Я думаю, друзья, то, что мы с вами уже сделали вывод о том, что мы не увидим в ноябре снижение ставки на 50 байсных пунктов. Поэтому тема, которая связана с этим, сейчас лично мне совершенно неинтересна. Я, наверное, как и вы, ожидаю смягчения политики на 25 байсных пунктов. И мне немного интересно в плане такого таинства, что будет в декабре. Это как раз заключительное заседание этого года, где вполне возможно, что американский регулятор, если вам придется приспосабливаться под новые экономические условия, может рассмотреть возможность более агрессивного смягчения экономической политики. Но что для этого должно произойти? Нужно, чтобы следующий отчет по Non-Farm Perils был очень плохим. Да и еще статистики накидали нам побольше слабых отчетов, начиная от индексов активности во всех секторах американской экономики до показателя ВВП. Если делать вывод сейчас на основании того, что есть, снова повторяю, друзья, мы с вами ждем снижения процентной ставки. Это ключевой посыл. Мы не ждем того, чтобы ФРС сейчас решить, что не нужно дальше смягчать экономическую политику. Нет, ФРС будет смягчать экономическую политику. И тот рост американской валюты, который наблюдался в последнее время, он стал реакцией рынка лишь на то, что стало очевидно, что это снижение будет не на 50, а на 25 байсных пунктов. И, соответственно, какого-то бэкграунда, что ли, ощутимого, важного для продолжения текущей тенденции у американской валюты практически нет. И я сторонник того, что доллар вот-вот перейдет к развитию повторного исходящего движения, снова, впоследствии вернется к уровню 100 пунктов и протестировать данную планку. Может ли сегодня доллар оказаться под давлением? Я предположу, что вполне, потому что у нас свежи воспоминания реакции рынка на данные по промышленной инфляции двухмесячной давности, когда как раз американская валюта в пятницу после выхода этого отчета потеряла больше 1,1%. Это равносильнее снижению больше, чем на один пункт. Поэтому, если сегодня данные по промышленной инфляции окажутся интересными с точки зрения более значительного ослабления инфляционного давления, то, конечно же, придется снова посмаковать тему сохранения дезинфляционного тренда в США, что может ослабить позиции американской валюты. Золото 2644 доллара за трой скунс. Очень хорошо то, что мы решили положиться на рыночный сантимент и решили дождаться важных пограничных уровней 70-30 по сантименту рыночных настроений о маркетс. Если, друзья, вы еще не знаете, что это такое, прям сразу же после этого брифинга свяжитесь с вашим персональным менеджером в нашей компании и вам расскажут, как его правильно интерпретировать, почему он подает такие качественные и объективные сигналы, которые интересно анализироваться, особенно если прибавлять к этому еще фундаментальный фон и иметь какое-то представление с точки зрения технического анализа о том, что происходит на рынке. Сантимент сейчас приближается к уровню 30, друзья. Это означает то, что меньшинство снова сейчас в длинных позициях. И если мы увидим закрепление этого индекса выше 30, я думаю, что нужно будет рисковать и открывать уже длинные позиции. Обязательно смотрите за индексом, потому что мы ждем отчет по промышленной инфляции в США. И если доллар окажется под еще большим давлением, то, соответственно, индекс сантимента очень быстро превысит указанный уровень и золото может развить еще больше восходящую динамику. Кто-то скажет, что есть другие факторы, которые сейчас толкают золото вверх. Я спорить с этим ни в коем случае не буду, потому что очень страшные темы в последние дни обсуждают, связанные с тем, что если Израиль все же ответит, как он любит это делать на выходных, то целью именно армии Израиля могут быть уже не только нефтяные объекты Ирана, но и ядерные, что приведет к дестабилизации вообще, в общем, мирового политического и экономического порядка. Не в коем случае нельзя допускать, конечно же, чтобы это произошло, но имейте в виду, друзья, на рынке есть панический такой вайп, и он сейчас в преддверии закрытия недели, когда мы уходим на выходные и не будем иметь возможности как-либо влиять на наши открытые позиции, да и на рынок, хотя, ну, собственно, и в понедельник, когда рынок откроется, нужно быть крайне внимательными. Если вы считаете, что есть риски реализации такого сценария, то я вам уже рекомендую вообще тогда не лезть перед выходными в рынок, не открывать позиции и не сохранять их, разумеется, до следующей недели. По другим финансовым активам. Фунт против доллара 1,3050. Среди фундаментальных отчетов этой недели, которые плюс-минус можно трактовать как факторы поддержки, это индекс цен на недвижимость от Халифакс Банка, который показал рост до максимума 2022 года. Роничные продажи от консорциума ритейлеров. Прирост на 1,7%. Тоже лучший результат примерно за 7-8 месяцев. Это создает условия вклада позитивного показателя ВП. Но главное, сегодня мы должны увидеть отдачу в статистике в виде более сильных релизов по темпам экономического роста и промышленному производству. Поэтому давайте сделаем акцент на сегодняшнюю статистику. И если она поддержит фонд, будет прям совсем замечательная. Ну а в целом, если коррекция продолжится, то считайте, что отметка 1,30 – это при любом развитии событий идеальная возможность, чтобы открывать сделки на средний срок. Мы их продолжим сопровождать. Доллар-канадец. Рост 8 сессий подряд. 1,3750. Я сегодня жду закрепление пары выше отметки 1,38, потому что жду очень плохой отсчет по канадскому рынку труда. Чего стоит только рост уровня безработицы. С 6,6 до 6,7%. Доллар-франк без изменения. Я убежден, что бычий ралли будет развиваться. Может быть, с легкими коррекциями. Но все равно пара будет стремиться к отметке 0,9. Американский фондовый рынок замер, по сути, на исторических максимумах. И сегодня, после выхода данных по промышленной инфляции, можем на импульсном движении повторно переписать эти исторические хайи. И на следующей неделе уже детальнее будем обсуждать квартальные отчеты. Надеюсь, в соответствии с прежним прогнозом и оценкой экспертов, что общие результаты по прибылям корпоративного сектора будут не хуже, чем в прошлом. Поэтому на этом фоне СНП может быстро добраться до планки 5,900. А там будет рукой подать до отметки 6,000 пунктов, которые являются нашим целевым ориентиром. Рынок нефти 79, эти риски, которые я сейчас обозначил касательно золота и почему растет спрос на защитные инструменты. Нефть, соответственно, тоже от этой ближневосточной темы сейчас выиграет. Особенно еще и в контексте обсуждения каких-то сокрушительных и неимоверных последствий урагана Милтон в США. Хотя эти последствия нужно будет еще оцифровать и через какое-то время сможем точно дать ответ, как сильно пострадала нефтяная инфраструктура. На этом фоне пока допускают, что рост продолжится, но в целом пока держусь вне сделок по этому инструменту. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока.